И вновь здравствуйте! Я Елисеева Людмила Анатольевна, продолжаю цикл видеопередач о домах Свиярска и их обитателях. Сегодня мы с вами встречаемся в шестой раз, и речь пойдет о доме Особином. Простояв в Свиярске до 1953 года, он перебрался в одно из прекраснейших мест правобережья Волги, где и сохранился до сего времени. Хочется подчеркнуть главную мысль моего повествования. Родственники, которые сегодня проживают в этом доме, очень бережно, с большой любовью, трепетно сохранили и вещи, документы, предметы, фотографии ни одного поколения своих родственников, проживающих в этом доме. Вот она, эта улица Никольская. И дом под номером 5 в советское время, улица Степановская. Женщины, стоящие на крылечке, рядом ребятишки играют. Деревянные ворота, которые когда-то украшали не один Свиярский дом. А как хороша улица Никольская. Дома, стоящие в ряда, два ряда, большие деревья, которые дают прохладу жаркий денек. Курочки да петухи, степенно шагающие по теплой земле. Люди, идущие по своим делам. Жизнь идет своим чередом. Но начнем все по порядку. В начале 1840-х годов знатная благотворительница Надежда Ивановна Саврасова, владея несколькими имениями и домами в Казани, местом постоянного жительства выбирает город Свиярск. В 1844 году было куплено дворовое место, на котором она поставила, построила одноэтажный каменный дом со службами. По документу 1854 года за ней числится 1500 квадратных сожжений земли, то есть 32 сотки. В январе 1859 года Надежда Ивановна Саврасова продала своему бывшему дворовому человеку, ныне отпущенному на волю, Дормидонту Алексееву, флигель, обложенный камнем, стоящий с правой стороны от ее дома, с принадлежащей к тому флигелем надворными строениями и землей. За онный флигель с надворными строениями и землей были взяты 300 рублей серебром. Купленное землевладение выходило на улицу Никольскую, где со временем обветшавший флигель Дормидонт Алексеев, мастер на все руки, разобрал и построил одноэтажный деревянный жилой дом лицом на улице Никольской. Это подтверждает и завещание, составленное им в 1875 году, в котором говорится, что дом, купленный Надеждой Ивановной Саврасовой, 300 рублей серебром, и особо построенный им дом на улице Никольской, лицом на улице Никольскую, он завещает в случае своей смерти своей жене Надежде Агафоновне Алексеевой. После смерти Дормидонта Алексеева во владение вступила его вдова, мещанка Алексеева Надежда Агафоновна. Надежда Агафоновна Алексеева, заботясь о своих детях, а их было пятеро, два сына и три дочери, составила духовное завещание в 1881 году, выделив долю каждому. Хочется текст завещания зачитать вам полностью, чтобы вы познакомились с деловыми бумагами XIX века. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я, ниже подписавшаяся Свиярская мещанка, вдова Надежда Агафоновна Алексеева, находясь в здравом уме и твердой памяти, заблагорассудила, при ниже подписавшихся свидетелях составить сие духовное завещание в ниже следующем. Первое. Принадлежащий мне деревянный одноэтажный дом, стоящий 400 рублей и состоящий в городе Свиярск на Никольской улице, вместе с дворовым участком и всеми надворными строениями и находящимся в нем движимым имуществом, отказываясь сыновьям моим, Ивану и Василию Дормидонтовым Алексеевым, по равной части каждому. Из принадлежащих мне четырех икон, две в серебряных окладах и две в посеребряных ризах, предоставляю иконы святителей Варсонофии и Николая сыну Ивана, а иконы святителей патриарха Германа и митрополита ростовского Димитрия и Тихона Задонского сыну Василию. «Имеющие в наличности деньги в сумме 200 рублей отказываю младшему сыну моему, Василию. Из принадлежащих мне двух коров одну предоставляю продать и вырученные деньги употребить на домашние нужды, а другую оставить при общем семействе. На поминовение из сорока уст отказываю Свиярскую соборную церковь – 10 рублей. «Дочери моей, вдове, а графене Дормидонтовой, завещаю семилетнее пользование квартирой во отказываемой мною сыновьям Ивану и Василию доме. Старшим же дочерям, а не вере Дормидонтовым, находящимся в замужестве, в завещанные мной движимые и недвижимые имущества наследственного права не предоставляю, так как они были уже наделены, и каждая из них получила надлежащую часть при выходе в замужество. Января 14 дня 1881 года. Перечисляются фамилии свидетелей и писаря. Двое из детей жили в Свиярске до самой смерти. Это были сыновья – старший сын Иван и младший Василий. На завещанном участке Иван построил одноэтажный деревянный дом, в котором жил, трудясь в Свиярской земской управе, семьи не имел. Сегодня на месте его дома стоит другой дом, построенный в 30-е годы 20-го столетия новым хозяевом – Матвеем Захаровичем Монаховым. То есть здесь живет семья монахов. Младшему сыну Василия передалось от отца умение все мастерить своими руками. Он умел плотничать и перестроил родительский дом. В документе 1889 года говорится о том, что Свиярское городское право подтверждает, что постройка дома по данному плану фасада Василию Дормидонтычу разрешена. Василий Дормидонтыч имел золотые руки. Он и занимался резьбой по дереву, сам изготавливал мебель для дома, делал резные наличники на окна, умел ковать. Посмотрите на тяпку, сделанную его руками. Сколько прошло времени, а ей до сегодняшнего дня сегодняшние наследники пользуются. Ковать ходил к своему товарищу в кузню Свиярска. Свиярск славился кузнецами. Любил заниматься земледелием, был прекрасным садоводом, ходил на рыбалку. То есть хозяин был справный, хороший. Дом свой застраховал. В свидетельстве о страховании указаны соседские строения. С правой стороны дом его брата Ивана, а с левой стороны семьи Маркоттовых. Было уплачено 2875 рублей. Василий Дормидонтыч Алексеев, 1868 года рождения, мещанин города Свиярска, православного вероисповедания. Согласно его формулярного послужного списка, составленного в 1886 году, службу свою он начал в 1885 году песцом в Клянчинском волосном правлении. Затем работал в других волосных правлениях и уже с 1914 года, работав в Свиярской земской управе, заведовал окладным столом. После революции 1917 года работал в Свиярском кантонном исполнительном комитете. Заканчивал работу уже в Свиярском сельском совете, где трудился до 1937 года. Сохранились личные вещи Василия Дормидонтыча, которые находились на его рабочем столе. Подсвечники, часы, сургуч для печати, перьевые ручки, бумага для записей и даже счеты. 26 апреля 1892 года Василий Дормидонтыч вступил в законный брак с девицей Бескорниковой Екатериной Андреевной, 1865 года рождения. Екатерина Андреевна родилась в Санкт-Петербурге. Ее родители Андрей Николаевич и Ольга Петровна были людьми строгих правил и воспитали девочку высоконравственным человеком. Не случайно, наверное, она выбрала профессию педагога, закончив в Санкт-Петербурге курсы наставниц и учителей. Служила она в Свиярской женской гимназии, занимала должность классной дамы. Свиярск соединил двух близких по духу людей, которые создали крепкую, любящую семью. Оба любили читать. Собрали прекрасную библиотеку, следили за периодическими изданиями. Например, журнал «Нива» хранился в их доме за все годы издания. Еще одним любимым делом для души, для Екатерины Андреевны, было рукоделие. Она прекрасно шила и вышивала. Посмотрите на ее личные вещи. 7 марта 1898 года в семье родилась старшая дочь Ольга, а через 5 лет, 27 декабря 1903 года, младшая дочь Татьяна. Родители девочек уделяли большое внимание и их воспитанию, и их образованию. Мы с вами помним, что мама Екатерина Андреевна строгих правил требовала от своих дочек неукоснительного послушания, соблюдения всех правил поведения, выполнения всех обязанностей, как домашних, так и в учебных заведениях. Старшая дочь Ольга училась в Свиярской женской прогимназии. На фотографии в школьном саду она справа с краю. Затема заканчивала образование в Казани, где училась в Третьей гимназии. Закончила ее в 1915 году. Вот эту выпускную фотографию она привезла из Казани в родительский дом. Она и до сегодняшнего дня бережно хранится даже в перевезенном доме. Младшая дочь Татьяна заканчивала уже советскую школу второй ступени, которую закончила в 1921 году. Сохранился документ об окончании этой школы. Татьяна рано вышла замуж за Петрова Владимира Васильевича. В 1922 году у молодой мамы Татьяны Васильевны родился сын Борис. Место рождения – город Свиярск. Селом Свиярск стал только в 1932 году. Борис рос, скупаясь в любви не только мамы Татьяны, но и тетушке Ольге до семи лет. В первый класс пошел в Казань, куда уехали его родители. Мама Татьяна Васильевна посвятила себя педагогической деятельности более полувека, проработав учителем. Вначале в школе номер два на Булаке, затем в городе Вильнюсю, куда уехала вместе со своим мужем. Владимир Васильевич был родом из Каунаса. Его всегда тянуло на родину. Ольга в 1917 году поступила на медицинский факультет Казанского университета. Во время учебы она и встретила свою вторую половинку – Владимира Николаевича Шубина. И Ольга Васильевна, и Владимир Николаевич Шубин достойно закончили университет, несмотря на трудные условия после революционной и гражданской войны. Выпуск 1922 года – это был первый выпуск советских врачей. На фотографии этого года они оба в нижнем ряду с правой стороны. А в 1925 году они поженились. Ольга стала Ольгой Васильевной Шубиной. Сохранился документ о браке, который называется очень необычно – «Выпись о браке». Ольга Васильевна работала в пропедевтической клинике врачом-терапевтом и преподавала в Казанском медицинском училище. Владимир Николаевич же полностью посвятил себя научной работе, став профессором, доктором медицинских наук. Он родился в 1895 году в семье статского советника Вятской губернии, ныне Кировская область. В 1917 году закончил Вятскую гимназию и в этом же году был зачислен студентом медицинского факультета Казанского университета. Учебу совмещал с работой в госпиталях. Всем сердцем полюбил и этот городок, и новых родственников. Взгляните на фотографию 1926 года. Она сделана благоухающим ароматом плодовых деревьев и кустарников в собственном саду на улице Никольской. С правой стороны глава семейства Василий Гармидонтович. В центре Екатерина Андреевна. С левой стороны от нее старшая дочь Ольга со своим мужем Владимиром Николаевичем Шубиным. Чуть выше младшая дочь Татьяна. Со своим мужем, тоже Владимиром Новосильевичем. А на руках у них сынок, которому всего 4 года, Борис. Еще одна фотография за обедом. Она сделана во дворе на улице Никольской. Многие свияжцы в летний период любили ставить столы во дворе дома, где они не только обедали, но могли и книгу почитать, и в шахматы поиграть. В 1937 году ушла из жизни Екатерина Андреевна. Она похоронена на Свияжском кладбище, через реку Свиягу на высоком берегу. В 1942 году не стало и Василия Дармидонтовича Алексеева. Он похоронен на Арском кладбище в Казани. Владимиру Николаевичу Шубину хорошо работал в Свияжске. С его просторами, потрясающей красотой, древней историей. Именно здесь написаны многие его научные работы, основанные на клинической практике опытного хирурга и преподавателя. Их более ста. Владимир Николаевич Шубин, заведующий кафедрой хирургии, проректор по научной работе в Казанском медицинском институте, является одним из крупнейших представителей Казанской школы хирургии. Его научные открытия и огромный опыт по лечению людей спасли жизни большого количества его пациентов. Человек разносторонних интересов Владимир Николаевич изучал и историю Свияжского края, Казанского ханства, очень любил поэзию и музыку. Именно он организовал перевозку Свияжского дома в село на высоком правом берегу Волги. Это связано с созданием в 1950-х годах Куйбышевской ГЭС и переселением людей на другие места жительства с приходом Большой Волги. В 1953-54 годах правительство Татарской ССР принимает решение переселить людей. Как я уже сказала, и наших Свияжцев решено было переселить на противоположный берег к селу Веденская Слобода. Специальные оценочные комиссии давали свое заключение оставить этот дом в зоне потопления или перевезти на другое место. Для этого давались деньги определенные. Но переселенцы испытывали большие трудности, потому что многие были не согласны с оценкой своих домов. Некоторые дома нельзя было перевезти, они были уже либо ветхие, либо каменные. Таким людям давали 100 тысяч рублей денег. Но на эти деньги не построить новое жилье, не купить хороший дом было, конечно, невозможно. Владиславу Борисовичу Шубину и его семье ни какое-либо место, ни в Веденскую Слободу, ни какое другое место, предлагаемое властями, переезжать не хотелось. Семья приняла решение перевезти дом самостоятельный в место, которое им по душе. У Шубина Владимира Николаевича были друзья, с которыми он общался, дружил, с которыми проводил время досуга в местечке на правом берегу Волги, где были дачи Казанской интеллигенции, привычный круг общения. Так семья Шубина оказалась в одном из красивейших мест правобережья Волги. Переезд оказался очень дорогим. Но великий труженик, ученый, профессор, получавший неплохую зарплату за свою трудовую деятельность, с пославленной задачей справился. В 1970 году не стала Ольги Васильевны Шубина. В 1987 году ушел из жизни Владимир Николаевич Шубин. Оба похоронены в Нарском кладбище в Казани в одной могиле с Василием Дармидонтовичем Алексеевым. Мы очень гордимся тем, что выдающийся хирург Владимир Николаевич Шубин был высоко оценен правительством Республики Татарстан. 25 августа 2017 года произошло открытие мемориальной доски на фасаде Казанского федерального университета, бывшей старой клиники, где Владимир Николаевич трудился целых 37 лет. На ней надпись «Выдающимся хирургу, видному ученому и общественному деятелю, профессору, доктору медицинских наук Владимиру Николаевичу Шубину». В 1913 году в Свиярске было 3075 жителей. Красивый, самодостаточный город. Работало пять учебных заведений, имелась общественная библиотека с бесплатным читальным залом, который посещали 3000 человек в год. То есть уровень образованности и культуры были высоко и органично для свиярцев. Вот перед нами одна из таких свиярских семей. В этой семье уделялось большое внимание воспитанию, образованию, любви к своему отечеству. Не случайно мы с вами сегодня видели служащего свиярской управы Алексеева Василия Дормедонтовича, дочь Ольгу, ученицу прогимназии свиярской, свиярский дом, свиярскую улицу, который достойно украшает экспозицию свиярского музея. А каким теплом, сердечностью веет от фотографий Ольги Васильевны Шубиной, вот она счастливо улыбается, держа в руках букет скромных цветов, варит варенье на примусе, рядом находится самовар. А как она обнимает ласково за шею теленка за воротами дома или держит маленького щенка, без слов понятно, что в этом доме живет счастье. Борис, родившийся в 1922 году, тоже рос в Свиярске все свои детские годы. И в воспитании его участвовали тогда еще живые Василий Дормедонтович и Екатерина Андреевна, а после их смерти особо Ольга Васильевна и Владимир Николаевич. Именно их дом после смерти перешел к Шубинам. Вот Борис на фотографии вместе с Владимиром Николаевичем Ольгой Васильевной, молодой красивый человек. После получения профессии юриста, он уже будучи женатым, со своей супругой Нелли Владиславовной отправился по службе в город Кизляр на целых 7 лет. Он был назначен следователем Кизлярской прокуратуры Грозненского района. Маленький сын Владислав из-за непригодных для малыша климатических условий остался в семье Шубинах, которые растили и воспитывали его с большой любовью. Владислав носит их фамилии. Он их приемный сын. Свиярск так много значит для Владислава Борисовича. Удивительно, как детская память сохранила много сведений о Свиярске. Он помнит рассказы Ольги Васильевны, Владимира Николаевича. Вещи, которые сохранились от его родственников, являются для него одухотворенными, способными рассказать о каждом владельце свою историю. Например, очень много воспоминаний Владислава Борисовича связано с предметом, именуемый пещер. Это берестяная корзинка. И одно из воспоминаний – это регулярные поездки в Свиярск. В этот пещер Ольга Васильевна складывала еду в корзину, складывала еду в дорогу. Сюда же можно было положить подарки для свиярских друзей. И самое главное, там лежали сладости для Владислава. Для него это было очень важно, и поэтому он очень любил этот предмет, который ласково назывался пещерок. С ним они исходили весь Свиярск, вдоль и поперек. Любимые его места, где он играл, гулял, ходил в гости. Владислав Борисович счастлив в браке. Его жена Татьяна – медик по образованию, является его и другом, и соратником. Помогает в его во всех изысканиях, поддерживает. Она – дочь известного казанского портретиста, заслуженного и народного художника Республики Татарстан Ефима Александровича Симбирина. Родилась в семье, где были очень важны человеческие ценности. Ее дедушка, отец Ефим Александрович, Александр Федорович, тоже жил вместе с ними в этой семье. И мы можем видеть его портрет, замечательный, сделанный художником, известным татарским художником Харисом Юкуповым. Сохранилось несколько его работ, но особо дорогие в семье работы, связанные с Волгой. Волга написана со стороны Макаревской пустыни, которая тоже когда-то принадлежала Свиярскому монастырю. Владислав Борисович, скрупулезно собравший всю информацию о своих предках, подтвержденную документами, сохранил старинную мебель, которая находится сегодня у его доме, вместе с вещами, которые с большой любовью и вкусом расставлены там. Восхищает уважительное отношение его дочери Яны, которая тоже медик по образованию, несмотря на занятость, является замечательной помощницей Владислава Борисовича в его трудоемкой работе. И даже уже внучке Владислава Борисовича, которые побывали у меня на экскурсии, мы с ними осматривали Свиярский музей, с большим восторгом показывали родителям и мне фотографии своих пра-пра-пра-родственников, безошибочно называя их по имени. Бесценен дар Владислава Борисовича, который с 2010 года ежегодно привозил в дар нашему музею и вещи, и предметы быта, документы, фотографии, касающиеся его семейства, которые достойно украшают нашу экспозицию. Он очень горд тем, что Республиканский фонд Возрождения истории и культуры Республики Татарстан оценил его скромный вклад, вписав его имя в книгу бухгалотворителей, а Минтимир Шарипович Шаймиев лично вручил ему ее. Пожалуйста, познакомьтесь, Владислав Борисович Шубин, прапраправнук Дормидонта Алексеева и праправнук Василия Дормидонтовича Алексеева. Он любезно согласился познакомить нас с домом, которым он является хозяином уже в пятом поколении семьи. Добрый день! Для вашего внимания я хочу показать вам дом, который стоит позади меня, и рассказать кратко его историю и о его владельцах, жителях города Свияжска. Венцы этого дома из лиственницы, длиной примерно 16 метров. Фундамент – бутовый камень. А это задняя часть дома. Вот эти двери и крыльцо, которые сохранились в первоначальном виде. Также ставни, окно чердачное с резьбой и формой, характерной для русского стиля. причем ставни и резьбу сделал своими руками мой прадед Алексеев Василий Дормидонтович в 1889 году, когда перестраивал этот дом. Так же сохранились колпаки на трубах, которые были перевезены из Свияжска. Вид на Волгу с веранды. Такой у нас рельеф местности. Но почти сто лет этот дом простоял в уездном городе Свияжске. А теперь пройдемся в дом. Эти рога в Свияжске всегда висели тоже в прихожей для головных уборов. гостиная для отдыха и приема гостей. Традиция гостеприимства передается из поколения в поколение. В центре зала висела керосиновая лампа с большим белым стеклянным абажуром, украшенная чугунным художественным литьем. Вот это деталь этой лампы. Это фото хозяев этого дома в городе Свияжске. Василий Дармидонтович Алексеев и Екатерина Андреевна Алексеева, урожденная Бескорникова, нищаник города Свияжска. Это их подлинная фотография 1892 года. Сделана она в Казани, в Черноозерском общественном саду. Кроме этого, здесь имеется печать Василий Дармидонтович Алексеев. Гости в этом доме бывали часто. Всегда в гостях у Алексеевых Василия Дармидонтовича и Екатерины Андреевны были священники и монахини. Кстати, кто-нибудь из сестер Свияжского монастыря бывали в этом доме почти ежедневно. Они вышивали гладью, бисером, делали решелье. Кроме этого, Екатерина Андреевна шила на швейной машинке Зингер, приобретенный в Свияжске у торговых представителей. Сохранился подарок от монахинь Екатерине Андреевне вешалка для полотенца. Причем изготовили ее и сделали вышивку сами монахини своими руками. При этом вышили вензель изначальных букв имени и фамилии. Екатерина Алексеева В этом доме была изготовлена вот эта небольшая подушка и связанная на ней миниатюрная посуда. Чашка с блюдцем, сахарница, кувшин, кружка. Сохранился сотканный платок. Этими ножницами, метром и наперстком пользовались несколько поколений Алексеевых середины девятнадцатого века. Здесь и предметы вырезанные из дерева. Шкатулка с изображением девушек за вышивкой. Гриб вазочка с изображением одного из храмов Свияжска. Кошельки из кожи и бисера. Кроме этого, гости любили смотреть альбом с фотографиями и родных. Родители Екатерины Андреевны. Братья Василия Дормидонтовича. Мама и подруга Екатерина Андреевна. А в правом углу стояла витринная горка с посудой и столовым серебром. Горка у меня сохранилась. На этом фото справа та самая горка в центре сестры Татьяна и Ольга в девичестве Алексеевы. Слева я лет примерно десяти. Снимок более полувековой давности. Это небольшая часть содержимого этой горки. фабрика братьев Корниловых. Фабрика Гарднера. Кузнецова. выделить бы мне хотелось вот эту серебряную солонку. После венчания Екатерины Андреевны и Василия Дромедонтовича, когда они выходили из Софийского собора в Сильяшске. Родители их встречали хлебом и солью. И это та самая солонка, которая была на крова и хлеба. наиболее ранний предмет вот этот сливочник. Согласно клейму датирован 1839 годом. Ложка 1883 года. В этой шкатулке из карельской березы Екатерина Андреевна держала чай. В Свияшске эта комната была столовой. В центре стоял обеденный стол и прислуга подавала здесь завтрак, обед и ужин в определенные часы. Но кроме этого 12 часов здесь подавался кофе и это время называлось генеральский час. За этим столом собиралась вся семья. Фото сделано. в собственном саду по улице в то время Степановская, ныне вновь Никольская. На фото крайний справа глава семейства Василий Дормедонтович Алексеев. В центре Екатерина Андреевна Алексеева. Слева направо их дочь Ольга с мужем Владимиром. Дочь Татьяна с мужем Владимиром и внук Борис. Фото подписано. Снимались в августе 1926 года в городе Свияжске. Это спальная комната. Сохранился из Свияжска фонарь из розового стекла. В детстве в детстве мне говорили, что имщик, который изображен на этом фонаре, ездил по городу Свияжску. Сохранился и гобелин. Палетное зеркало или накомодник. В Свияжске оно стояло в спальной комнате со времен приобретения этого дома. Со слов специалистов резьба, которая украшает зеркало, сделана в середине 19 века. И как приданное оно было подарено Алексеевыми Василием Дормидонтовичем Екатериной Андреевной старшей дочери Ольги. А в левом углу стояло высокое трюмо с резьбой. Оно как приданное было подарено младшей дочери Татьяне. Это трюмо, как и другие предметы, я подарил Свиярскому музею. Кстати, стояло оно территориально напротив знаменитой Свиярской водокачки второй половины 19 века. В таком виде водокачку до реставрации я помню со своего детства, куда мои предки ходили за водой с коромыслами. Воду носили не только в металлических, но и деревянных ведрах. Я помню такое деревянное ведро в нашем доме конусообразной формы. А в настоящее время так выглядит водокачка после реставрации. Эти резные багеты всегда висели в Свиярске. на этом же месте печь, на которой сохранились чугунные дверцы. Они также служили в городе Свиярске. А это фото Владимира Николаевича Шубина и Ольги Васильевны Шубиной, врожденной Алексеевой, дочери Алексеевых Екатерины Андреевны и Василия Дормедонтовича. Дормедонтовича. которых они стали хозяевами этого дома в Свиярске. С ними я и жил. Вот на этой земле, за этим железным забором и находился дом под номером пять на улице Никольской. Пройдет некоторое время, и здесь вырастет новый дом, у которого появится новый хозяин. Ну а наш следующий сюжет тоже об удивительной семье Артемьевых Слободских, которые проживали тоже на улице Никольской. Но это уже совсем новая история. Корректор А.Егорова Сложностей.